приехали к Коперник центру здесь вот первая такую инсталляцию встретили какие-то такие штуки, трубы и когда подходишь, из них идет звук приветствую! приглашаю на видеоэкскурсию в центр науки Коперник музей науки, который расположен на берегу реки Вислы в Варшаве, Польше в научном центре находится более 450 интерактивных экспонатов с помощью которых посетители сами проводят эксперименты центр является крупнейшим учреждением в области научных экспериментов в Польше и одним из самых передовых в Европе успели зайти, за нами такая огромная очередь, группа видимо какая-то на сегодня уже свободных билетов сейчас нет до вечера такая посещаемость вход в планетарий он по отдельным билетам рядом с центром науки Коперник расположена одноименная станция метро метро связывает центр с другими частями города 25 сентября 2012 года центр отметил посещение двухмиллионного посетителя комплекс центра включает в себя двухэтажное здание с общей площадью 15 тысяч квадратных метров с постоянными временными выставками лабораториями, мастерскими конференц-зал, кафе, ресторан и сад на крыше подземный гараж мастерская на подземном уровне мультимедийный планетарий смотровая площадка прилегающий парк и дискавери с экспериментальной станцией под открытым небом художественная галерея и амфитеатр экспозиция разделена на разделы галереи касающиеся различных областей знаний научный центр Коперника является культурным учреждением созданным и финансируемым за счет города Варшавы министерством науки и высшего образования министерством национального образования старинный фокус с исчезающим человеком всем привет всем привет в этой кабине можно узнать насколько громко ты кричишь в децибелах заходишь кричишь показывает цифры как видно пользуется популярностью особенно у девчонок это я померяем температуру руки пишет 33,7 а очки смотрите снимаем инфракрасная камера и и и Продолжение следует... 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 А это легендарный эксперимент, маятник Фуко, тяжелый шар, высоко подвешенный, вот так качается, колеблется, за счет большого веса шара, колебания у него периодически долго затухающие. То есть он вот так может качаться часами и в данном случае получается, что его плоскость колебаний разворачивается, то есть вот таким образом, вследствие вращения Земли планета вращается, поворачивается и маятник при своих колебаниях тоже начинает выписывать фигуры, смещаться. И вот задевает, как видите, метки, палочки с красными шариками, и они падают. После обеда я теперь вижу людей так много пришло сюда, что многие в очереди. Долго стоят экспериментом, чтобы попробовать что-то сделать. Это получается в субботу, так много людей, а может быть и в будние дни. Кстати, на входе у нас была проблема, и не только у нас. Не считывался на входном этом аппарате штрих-код. Если вам понравилось это видео, поделитесь с друзьями, подписывайтесь на новые видеосюжеты, а на основном канале смотрите наши путешествия и влоги. Всем удачи и всего доброго!